Все, мы в записи. Поехали. Где? Где же мы? Мы про галешку мяса, если я правильно помню. Да, на хон. Да, 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 точно мы вот этого тут научили. А вот откуда мы его научили? Нет, вот-вот здесь мы примерно и оставались. В самом конце Каф Хет Амудалев. Девушки, а, простите, вообще мы сдали? Я хочу, чтобы уже больше не уроки. Да, 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 вот с вами точно. Значит, давай, что такое ты говоришь? Книжки как никто не покупал, так и как его и нет. Это всегда книжки? Ты-то да, я знаю, я про Ивасин говорю. А я уже говорил, что ему так удобнее так. Знаете, я поняла? Это ладно. Да-то что ты вообще? А, о, это нахуй. Такие же, такого, такого принципа есть вот такое. Так, а почему он у меня вот, что тут происходит вообще? Какой-то тебе Нортон Секьюрити, что он у тебя... Слушай, а закрой, так он у меня перепускается теперь. Ну ты что? Ну, а что... Это в хорошем случае, я думаю, кажется. Ну ладно, давай уже там начнем. Вы, короче, открывайте 28-й лист. Кап-хе там удалил. Значит, смотрите, там было... Там было рассуждение про вот этот вот, про вот этот ножик, да, который там нужно точить так, а не не дать. Сначала на конец, потом с конца на начало, потом помещение с конец. Сначала на конец, потом с помещение обратно с конца на начало. Какая-то зеленая, вы говорите. Пусть какого-то лесного, я не знаю, что. Ничего не запускается, нифига. Что вообще такое-то здесь? Нет, ну, например, скажем, вот, Рина. Нет, ну, не в прямом. Раньше смотрели в царь, смотрели точно Рина. Сейчас, как дорогу, просто... Да, да. Смотрят, как они, как они... Вроде на... Можем полезная штука, но, как бы... Да, на... Спасибо. Что? Нет. Нет. Это Али, кстати, как-то вот этот вот человек, который приходил. Он оказался холером Наташи. А, да? Так он мне сказал, я встретил бы это холером. Что такое? Ну, вот этот человек, такой странный такой человек, этот заходит иногда. А, да. Неоткуда такой. Не, он заходил при тебя наверняка, он его раз в три заходил. Да, он, он, что, он, при чем, в кофей, мне дали еще такое. Это я тут вот прямо... Я тут говорил в прошлый раз, в третий раз. А, да? Я что-то тоже пропустил. Какой-то, 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 какой-то... Не могу, где-то, какой-то... Ну, это же верно. Значит... Итак, значит, последняя идея была... Какая строчка? Ну, пятая снизу. Пятая линная строчка снизу. Это, собственно, открывает некоторую новую тему. Да, вот до... До, как бы, до суда была вот эта разборка. А если мы так посмотрим, то выяснится, что даже и очищать этот самый, как его, жир нельзя. А если мы так посмотрим, то даже затачивать можно. В общем, всякое такое, да? Не работает? Нет. Когда я сделал одну вещь, попробую. Ты пока отловишься. Попробую. Что, выключить, отключить? Да, да. Я вам писал, наверное, сделал. Подожди, а вот же... А вот же... А, я уже даже записываю. А, я не знаю, почему так. Все нормально. А, да, ну ты... Хорошо. Вот. Хорошо. Значит, вот. И дальше они задают вопрос. Мам таны на бумажке за тасу. А кто был тот мудрец, тот танов, который, как бы, сказал, что затачивать ножи обычным образом на точине, нельзя. В Йонте. В Йонте. В Йонте, в Йонте. Амар Афхизда. Деалог Рабьилда. Да. Да, Таня. Эмбен Йонте в Ля Шаббате лофринэфиш бирвад Рабьилда. Матир Афбам Шилэй Офринэфиш, да? То есть... То есть, согласно Рабьилда, нет. Еще раз, он говорит, что это не как Рабьилда. Да, что Рабьилда. Есть базовый принцип, который где-то там в Нижне, а нет, в Брайкс написано, что Шаббат и Йонте различаются только тем, что в Йонте можно делать еду на самом себе. А Рабьилда говорит Афбам Ахширэй Офринэф. То есть, даже и то, что нам позволяет делать эту еду, да? В частности, ножик. Короче, точить ножик по Рабьилде вроде как можно. Любым способом, да? Неважно каким. И эта мишна идет не по Рабьилде, да? Потому что по этой мишне вроде бы как... Как мы не повернем наши все сообщения, все равно получится, что наточили, точить нельзя. Может быть, можно на деревяшке, может быть, можно одно в другое. А Рабьилда говорит, что можно. Рабьилда говорит, что вообще можно. Что такое мошезоевое прикольное. Все приспособления, которые для этого нужны. Я помню, я это же самое учил Шаббат в Москве. Это Шаббат про Бритмилу. Бритмилу, как известно, делать Шаббат можно. Мы же мои 10 сыновей даже делали. Вопрос, можно ли точить нож. Опять же. Там тоже, там тоже похоже, спор по поводу того. В том числе, что у ребенка нет. Свеча встача. Там же, собственно, об этом же и речь. То есть, как бы, налагаем ли мы такую строгость на человека, чтобы он, ну, понятно, не Бритмилу, не Йонтур, не сваливается на человека неожиданно. Как минимум недели, а у тебя тоже надо подготовки быть. Тут ты забыл точить себе нож и ковыряешь себя на кухне твои проблемы. Да и на кухне, какая четная кухня-то тут последний вопрос. Нож нужно назначить, чтобы кошерно забить животное. Тупым ножом это сделать невозможно. Вот. Бегиологически невозможно, не физически. А мы точно знаем, мы, посмотрев на нож, мы можем узнать, забито оно кошерное или нет. Это же, да, такая фигня. Не в том, что там, наоборот, с Бритмилой как раз попроще. Там нету аллогических ограничений. Там только ребенок мучает и мучается, да, если он, допустим, ножом он врезает. Вот. Но аллогических ограничений нет. А здесь-то как раз и есть. Идея состоит в том, чтобы скотину нужно было бы зарезать необычайно. Сейчас как раз мы об этом будем говорить. Это-то я еще в прошлом смотрю. Разрешающий говорит, да. Ну вот, прошлое Мишна, да, что можно взвешивать. Это какой-то известный взгляд? Нет, он как раз известный, он в некотором смысле известный Махмед. Но тут у нас, у нас же вся, весь трактат начался с переворота в наших представлениях о том, кто Махмед, как-то Макелин. Что раз, Бет-Чамай, изначально Махмед Мирин, Бет-Чамай вроде как Макелин. Но у нас самая первая Мишна про яйцо. Кто помнит, да? Есть еще таких, кто помнит? А, есть еще. Старожилы не помнят про яйцо. Вот. Что там, Бет-Чамай, как раз разрешают. Потому что у нас, как я весь прошлый год говорил, у нас есть два конкурирующих принципа. С одной стороны, запретить побольше, потому что, чтобы мы помнили, что Ёмков, они этот самый собачий. А с другой стороны, разрешить побольше, чтобы мы, опять же, по этой же самой причине, в том месте, где мы разрешаем, в том месте, где мы питаемся. Разрешаем, и там не питаемся. В том месте, где мы питаемся. Это же, опять же, та же самая фигня. Если у нас не будет на столе мяса, то какой же это Ёмков? И все вокруг этого всего и вертится. Поэтому у нас Махмелин вдруг неожиданно превращается в Макелин. Потому что... Потому что они выбрать, как из этого... Да, они хотят кушать, да, к сожалению. Вот. Ну, поэтому то, что, то, что возможно, тот же самый Рабьюда будет запрещать шаббат и более строго, он здесь разрешает. И это, опять же, это не чудо. Это так устроено. Так по-смешному устроено закон Ёмкова. Вот. Ну что, кто хочет почитать, или я сам буду делать? Анат, если ты не слышал, что я сказал, я сказал, хочет ли я кто-нибудь почитать, или выйти сам? В смысле, я сам. Так, Наташа, Рестива. Ну, я не знаю, может быть, что вы давно не читали? А мне без наказания. Ну, это просто мне непредалимые препятствия, что мы... Ну, вы же сами себе выбрали, у вас же есть, есть, не мало, правда? А вы сами себе выбрали такую. Не хотите ничего, это я могу сам. Что я сам? Давайте я могу немножко... Давайте так, я прочту немножко сам. Да, тут много рамейского, все равно никто ничего не поймет. Вот. А когда будет попроще, я кого не попрощу. Итак, значит, вот мы остановились на том, что Рав-Юда мати раф махшире уфа хуфене. Да? Амал-ра-валь раф-хизда. Даршинан-мишмех. Аллахах Рав-Юда. Рова говорит Рав-Хизда. Мы от твоего имени, как бы, сообщали, что Аллахах Рав-Юда. Действительно, можно точить, на самом деле. Это, кстати, тоже удивительное дело. ну, казалось бы, такая базовая теория говорит, что мишна – это вот как бы основа, а гемар – это типа истолкование ее. Как мы уже, возможно, знаем, и как мы вот прямо сейчас видим, это далеко не так. Амраим, особенно в Иоаннске, Амраим, во-первых, у них есть своя традиция, как бы, в Иоаннске, она к мишне никакого отношения вообще к теме. Вот. И довольно часто с ней компактуют. Вот. но и вообще они недолюбливают мишну реальность. Есть такой, есть такой вот более-менее общий момент. Невезде это проявляется. Невезде это проявляется, но по-моему, где видно. мишну они недолюбливают. Особенно в качестве такого авторитетного, я бы сказал, авторитарного источника. Ну, вот здесь, смотрите, у нас есть мишна, где говорится, точь прямо, прямо вот открытым текстом, говорится, нельзя точить на жизнь. Приходит Рабиуда, говорит, да, в смысле, что точить на жизнь, грубо говоря, можно. И вавилоняне тут бодренько обсуждает, от чего имени мы будем сообщать, что лоха таки не поменьшен, а вовсе даже по Рабиуда. Что, ну, можно один нож от другой вот так вот делать, вот так вот так. Как мультипликатор. Что? Как мультипликатор. Как пираты в мультиплике, да, совершенно верно. Вот. Прости? Это Мишли Рабиуда Наси. Мишли он. Мишли, Мишли. Его тоже недолюбливают. Его много кто не любит. И, в общем-то, можно понять, почему. Вы же тоже из амбрании? Нет. Нет, нет. Все, все, Мишли вплоть, это, это, если кто учился, кто учился летом, помнит эту историю про Раби. Про про бычка сначала, а потом про, как его звать, да, вообще там было много историй про Раби, да, его очень невыгодно сравнивали, в частности, с Раби Элязаром Бараби-Шимоном. Помните, Зор? Так что к самому Раби отношения тоже весьма неоднозначны, как к личности. Ну, подопускают немножко. Раби – это Раби в данной сети. Вот. Он же Раби Мухадош. Вот. Значит, редактор Мишли. К самому Мишли. Рава – это один из вавилонских Амараимов. А, кто редактор Толуни? Раваши со товарищей. Раваши, Барабараваши и Равина, если я не ошибаюсь, вот этот товарищ. Это последний вавилонский Амараимов. Стром, Санкт-Петербург. Там, если ты как-то плохо кончил, вот они там восстание, потом подняли там, что-то сапоги. А против персов. Это вот это вот чуть ли не Маздах, не Маздах, не Маздах, но что-то там такое была заворожка с еврейским участием. Они как-то не на правильную сторону персов. Ну, это, по-моему, уже не сам Раваши, а окружение. Вот. Короче, Рава и Равхизды это Амараин двух разных поколений. Равхизда это второе поколение, да, сразу ученик Рава, по-моему, если я не ошибаюсь, в общем, короче, великий, да, Рава и Шумуэр. А Рава это поколение ниже. И Рава говорит, мы учили, что это ты сказал, что Аллаха Корабьёв да. Как Рава на Амараин. Амараин. И Равхизда Амараин. Амараин. И Рава де кольки ганы милой мальято тедрышун мишмай. Говорит, ну, это было бы здорово. И Рава это Ярацион. Было бы здорово, если бы такие прекрасные вещи передавались от моего имени. в смысле, я не понял, он на самом деле сообщал или не сообщал. Сейчас мы посмотрим. Понятно. Ну, короче, похоже, что он правда так думал и в том числе и говорил. То есть, ну, как бы, это, возможно, много кто говорил, но для него это большая честь, что это сообщение передается от его имени. Амар Рабин Хемя Брейд Рав Йосеф Рабин Хемя Брейд Рав Йосеф Хава Камин Камей Дорова В Хава Камавар Лесакина Апум Адекула Рабин Рабин Хемя Сын Рав Йосеф говорит так. Агава Каем Слыха Вот здесь я неправильно запрошу. Агава Каем Камей Дорова Ая как-то стоял как бы перед Ровой да и он леал Камав Хакина Апум Адекула и он как бы проводил ножом по ну имеется влюбленный въем он проводил ножом по краю корзины опять же там каким целями в Амриле ле Хады в Амриле ле ле хады да ка в армар у ле в шам нунита и я его спрашиваю спрашиваю господин это делает чтобы заточить нож или чтобы только жир снять в амриле ле 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 шам нунита а он мне говорит жир снять вы хадзи ле даты да ле хадады кавы а я видел но я как бы своим пронзительным взором видел что он на самом деле затачили плетеный из таких таких твердых соломенных хрень из пальма декула я думаю что действительно это это из пальмовых листьев корзина вот ну и так аккуратно их поправить нож вполне можно дальше не нужно прям заточить с нуля как бы заточить с нуля я видел как заточивать с нуля в каменный пол эту самую жестяную крышку от консервы он тоже часа на три работы на самом деле вот но он имеет ввиду что он правит нож как бы там же там же как там нож которым опять же мы в свою дорогу делаем нож которым забивают скотин нож не так серьезно вот но там как если там чуть-чуть зазубринка на этом деле то забудь быть не кошель и вот именно это я понимаю не имею ввиду что ты когда проводишь даже по деревяшке ты поправляешь это убираешь вот эти заусенцы зазубрин с ног получается ровный ровный заточенный лес ну что он совсем был тупой тупой не заточенный но ну вот это вот и он говорит ты говорит то чешевой или так жир снимаешь он говорит жир снимаю но я тут сразу понял что он что он на самом это затачивает это тоже интересная категория там коммуническая так сказать система права в широком смысле этого слова очень имеет тенденцию к раскладыванию всего там по очень маленьким коробочкам вот это отличается от того тем ничего там вот в частности в вопросах разрешения запрета есть несколько категорий мы уже по-моему сталкивались наверняка сталкивались с категориями что нечто запрещено но не наказуемо по туровой рассуду особенно в законах шабата особенно сильно проявляется здесь тоже бывает вот есть реально наказуемые вещи и там они градируются по тому насколько серьезно они наказуемы потом есть некоторые вещи которые сделать вообще это нельзя но наказание за это не положено потом есть вроде как разрешенные вещи а тут вот оказывается есть такие вещи которые делать разрешено а рассказывать про них нельзя нет это 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 смиряется серьезных целей аллах 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 такая а указывать так нельзя то есть аллах то есть если сам кто додумался что можно можно затащить но учить других так нельзя вот поэтому рава ему отмазался жир жир я снимаю жир отвали но если он сам так считает да конечно не очень много условий это не весьма распространенная категория но нет точно не вот вот камара баи агавака аминак 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 марат у него я так понимаю раба выгава кама авар сакина асифта дырыхая да теперь абаге рассказывает абаге он современник как раз рабы друзья были соперник он говорит а он ну я помните рассказывал он пробил старта он воспитывался у своего дяди очень тоже знаком мудреца раба абаге абаге и его называют он практически не учился как бы вышел из его дома закончен мудреца это мы у вас у нас разные страницы мы на странице хав х аминбет на той странице на соседней странице должно быть написано хав т так вот абаге говорит вот как-то я алкоген на комей дома я стоял рядом перед своим господином то есть перед рабой и он проводил может не просто а какую-то там пальмовую корзину а прямо об этот самый точильный наоборот ну как это называется сменец а это уже прям затачиваем вот это вот асифта дэрхая это рхай прости пожалуйста нет там дважды не не при чем дэдикулла дэдикулла я думаю я думаю действительно дэхи потому что это действительно корзина из пальмов либо не листов а это рхайм это жерна да асифта ну тоже по краю как бы нет асифта а слово соф типа нет а слово софа язык ну край край называет так называет асифта дэрхая вот вы амрели вы амрели лихадыдака баймар улявир шамнуни ты тоже его спрашиваешь ты в принципе хочешь что заточить или жерстник вы амрели ливи шамнуни так вы хазители даты дэли хадыдака али это савар аллахану и мурин ты но и он говорит жерстник но я то видел что на самом деле он уточил а в чем смысл повторения той же самой истории второй раз прибавление не прибавление авторитета как бы то есть во первых мы поднимаемся на поколение выше да то есть если тут ученик подсматривает ура древней да во вторых там корзинку да во вторых как бы мы еще больше как бы нагнетаем некоторых токов как бы силу этого разрешения да то он не то не просто корзинку а уже это практически точило вот и чтобы нам стало понятно что все мудрецы реально все мудрецы согласны слабь иуды они смешны вот но из уважения как бы к мишне ну видимо видимо и так нужно это понимать из уважения к мишне не хотят говорить об этом гром я думаю я думаю это пока не сказано но я думаю что да я думаю что они не могут там же как было жили все спокойно жили жили все спокойно жили у нас здесь были какие-то свои тусовки в Вавилоне там своя опять традиция была потом вдруг фашист радик решил все делать единообразно чтобы у всех была одна мишна собрал кучу всего откинул полезную кстати вот сделала эту мишну в Вавилоне об этом знать не знали знать не хотели потом туда приехал Рав который сам по себе по природе в Вавилоне потом приехал сюда учиться вместе со своим дядей уже Равхиздой при дворе Раве он потом уехал и обратно в Вавилон принес эту мишну но дальше как не относиться совсем выброс на помойку как бы сось не позволяет а жить по ней тоже как-то непривычно потому что мы же жили там 300 лет как без нее и прожили бы еще 500 вот она и после Рави тоже и записи нет конечно то есть все во всему весь материал записи писали позже неизвестно толком как думаю что одновременно столкнуться редакция полного примерно но конечно нет конечно составили записали позже наоборот как раз сборники Брайт были письменные там очень интересно было что у каждого уважающего лица была книжечка с разными всякими всячными в том числе с толкованием написания я понимала это говорящий магнитофон это наоборот это официальная штука а у каждого мудреца у себя в полочке сейчас да это вместе каждый по своему книжку не может подбериться она не авторитетна не для чего что она не авторитетна ты не можешь как бы каждого на свою книжку есть своя книжка с ним вот значит поэтому они когда когда о чем-то договариваются там есть специальные люди которые обладающие фемиумной памяти вот как они правильно говорят говорящему магнитофон его просят запомнить определенные куски текста считалось считается что меньшину все знают наизусть вообще все любой уважающий самогрец знает всю меньшину наизусть и нет смысла записывать потому что все кому это интересно они они просто тупо знают а брайтут нет брайтут есть специальные люди которые включают воспроизводят эти самые брайтут он видимо тематически как-то у себя это складывает а вот вот я помню там была такая брайта еще раз бывают да бывают сборники брайта от ли персонально от какого-нибудь мудреца они я так понимаю как раз были имели большую тенденцию записываться я честно говоря в этом это наука я в науке не очень но вроде бы базовая базовая идея такая что Мишна и весь корпус брайты не записан не были записаны Мишну вообще каждый держал в голове как описание держал в голове у себя а на брайтут были специальные знатоки этих брайтут я просто сейчас условно говорю и вот после того как Раби не записал а составил Мишну после этого каждый Амора который жил после этого знает Мишну на языке и там известно например что если я не ошибаюсь что Рова например помнит больше материала а Баде лучше умеет с ним обращаться есть такие всякие модельцы по-разному тоже как бы каждый каждый день по-разному острых вот я к чему я к тому что еще раз Мишну выбросить на помойку ну совсем не получается и учить против Мишни тебя быстро за руку поймают вот а согласиться с ним тоже никак нельзя потому что 500 лет мы точили эти ножики поем и что мы сейчас в корпоративу идут ну как несолидно тоже получится поэтому точить можно а рассказывать нельзя ибайлеву это стандартный оператор когда мы не знаем откуда взялся вопрос но он вообще есть у них им спросилось буквально ну некие мудрецы в в в задали задались вопрос мы не знаем кто спросилось спросилось им да вот теперь точить ну не знаю вроде как с одной стороны вроде как можно с другой стороны вроде как мы об этом помалкиваем а теперь можно ли показать этот нож мудрецу чтобы он сказал можно им забивать скатину и нельзя въем вот интересно действительно почему нельзя потому что это суд да но видите уже что-то понимаем ну по крайней мере вроде бы когда мауле а табах сакинэхахамбрион даблихдок я расчитаю шиитиуха хамим аля табахим я расчитаю мимахси куды дэвколь да ашамилтадэ шиитатолим корбы гитлит ага значит окей значит раша примерно объясняет примерно следующее мудрецы постановили что какой бы ты опытный месник ни был ты должен прежде чем забивать скотину показать свой ножик мудрецу который в этом разбирается а вообще да всегда что он достаточно остерый и на нем нет зазуба потому что после того уже правда не доищешься да ты как бы ну по вскрытому горлу это же таким патологом надо быть чтобы понять был ножик острый или тупой а однодожки зазубрины например может появиться в ходе забоя поэтому поэтому прежде чем забей покажи покажи нож значит теперь вопрос можно ли это делать в емкость соображение такое что если ты показываешь ножик мудрецу в емкость то со стороны во всяком случае кажется что это ну ты обычным образом забываешь эту самую скотину корову и просто подаешь ее на вес как бы в магазин а это уже нельзя делать да мы помним вот вот это холь получается да как нечто будничное подожди все таки я не поняла почему если показать то это значит что ты хочешь продать так хорошо так хорошо это понимает что что это что это некоторая будничная процесс нам же понимаешь для того чтобы создать аргумент суда это значительно более мне тоже кажется да мне тоже кажется но аргумент суда был бы неубойный они явно скажут что может слишком сильный аргумент про суд и если они сейчас выскажут только чем они убить то будут а то есть не в а понимаешь то есть специально сделать аргумент который можно побить ну раша же нужно как-то это не не там он нужно нам говорить почему мудрец потом сейчас постараюсь что можно вот но там кстати не совсем там не совсем так там можно было быть аргумент а здесь посмотрит забивает это не совсем судебный вердикт нету такого процедурального вот а с другой стороны с точки зрения раши запускается некоторый обычный процесс ведь что нам важно нам важно что в этом во всех обычных процессах какими бы они ни были варка еды варка еды кстати вроде ничего как разрешили ее варить еды так мы и варим ее как обычно варим но где-то в каких-то таких пищевых цепочках так сказать нужно делать разрывы да чтобы мы об них спотыкались думали а это же ерунтов потому что вот так и тут он говорит если вся цепочка будет так сказать пройденной вот мы показали ножик вот мы забили вот мы ее зарезали да вот мы разрезали выпусками вот мы раздали ну допустим деньги мы там не взяли да и на весах все-таки не стали взвешивать там это твой соответствующий развед но неплохо бы может быть сделать и вы с этого бога чтобы тот кто видит эту процедуру тоже сказал бы а ну наверное все-таки не так как обычно ну вот вот они и спрашивают мауля ровмары бред ровбизна шары варабана насры есть есть спор некий мудрец мне малоизвестный что он и есть малоизвестный да он разрешает а другие мудрецы запрещают воробьёсов омер талмитхахам рояля ацму у мащелара ахирин вот он так в голову вывернулся он говорит что знаток да талмитхахам мудрец который в принципе разбирается в этих ножек он берет свой собственный нож осматривает тут же никакого проблемы нет никого суда не происходит свой собственный нож посмотрел ничего не произошло правильно а дальше он его одалживает мяснику вот ну или там хозяин они бы додумались до праздничных кастрюлей прости пожалуйста до праздничных кастрюлей кто из них не додумал что варить никакого не делал чересчур дорого у них по одной кастрюле не усердно знаешь нет ну понимаешь они бы додумались до чего угодно просто есть важный принцип мы не накладываем ограничения норал которых он может снизить неважно почему потому что это слишком запарно или потому что это например дорого время опять же сегодня может так бы и сделали а у каждого 50 кастрюлей там одну выдели праздничный привет ну по крайней мере хамесную и пасхальную все а у них не было никакой хамесной пасхальной хотя нет горшки приходили а металлической портажами откошировали 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 и что-то у них местные молочные от глима горшки ну в общем-то да с глимами в общем трудно иначе но в принципе таламудический аллаха и в этом кстати существенно менее запретительный чем сегодня ничего не значит не знаю что значит если честно я возможно это значит что он в таком виде это получил от своих учителей что это некая да это действительно кстати интересная подробность не знаю что значит первая мысль которая у меня возникает это что эта древняя традиция полученная от своих учителей в этом виде да она не меньше иная как Брайк то есть она нам взвит вероятно потому что она просто неизвестна из других источников а известна только от Рабь Йосефа а Рабь Йосеф он называл ее Брайки вот так вот это один вариант второй вариант что Рабь Йосеф просто выпендривался это тоже может быть ну в смысле говорить ну это мы замечаем в каких-то там всяких историях что говорить на на иврите мудрецы часто говорят между собой их не понимают слуги женщины дети собаки и все остальные арамейские подданные их не понимают ну как наши родители на иврите ну тип того да нет не совсем так не совсем так это вот именно что элитный язык вот если наши родители умели говорить на иврите вот тогда да вот то есть им приходится говорить по-арамейски как бы с простым народом и иногда на иврите между собой и возможно Рабь Йосеф просто вот чисто приподнимает как бы язык ради ну чего так типа вытендриваешь ну да как средневековый ученый ну тип того да может быть он общается например с человеком то есть мы же не знаем кому он это все говорит может среди них там есть есть люди которые не не понимают арамейцев приехал там какой-нибудь мудрец из Рима например ну я типа разговорный язык не латынь вообще арамейцев он знать не знает не хочет вот а на иврите говорит может быть так не знаю не могу скажи что получается что он взял такую вещь сказал что вот вот я смотрите как классно придумал пусть он осматривает сам мудрец свой нож и отдает кому вот и все и что это всех устроило или это почему они дальше не обсуждают это как бы это это является интуиция говорит мне интуиция говорит мне что что из этого ну из спора как бы на этой стадии спора мне больше нечего грубо говоря сказать что видимо у нас не осталось не осталось как бы аргументации а из этого спора мы уже аллогические решения можем вынести хотите посмотреть какое оно написано смина вот пожалуйста кстати мне тоже интересно они выносят естественное ожидаемое решение как в общем мудрецов запрещено показывать но если ты показал можно забивать да понятно что мнение равахизды решает все проблемы понятно что так определенно можно что ну самому себе посмотрите да и другом поначал я извиняюсь равьосов да да у нас как бы считается я так понимаю что резник он же талмитхахан ну он достаточно ученый человек чтобы ну нет отдельных людей которые разбираются в ножах он сам разбирается хотя ты до этого говорил по городу я до этого ничего другого не говорил помнишь ты говоришь что нужно показывать еще раз мы же говорили да если ты не я говорил не это я говорил что у них наоборот каждый хозяин резник да каждый каждый чувак которого по двору бросили три с половиной овцы он должен уметь их зарезать он сам их лезет понимаешь то есть наоборот люди были настолько сведущие забои а законы забоя были настолько необременительны скобочка заметим вот что ему достаточно что единственным тонким местом было вот это вот острье лезвия ну острое лезвие да и вот он показывал хахаму да который внимательно очень смотрел нет ли там трещинок зазублен и всего не специально будешь лезвие вообще да который в частности развивался и в ножах вроде бы как нет вроде бы как нет имеется в виду просто хахам который учил у нас написано какая трещинка кошерная а какая нет грубо говоря вот сегодня у нас не так сегодня у нас вообще есть профессиональные резники а никаких хозяев которые умеют это делать просто нет так вот эти вот профессиональные резники они же заодно выполняют функцию мудреца это тот самый случай когда толмит хахамру или отцу да они-то как раз и сведущие в законах шкиты в том каким должен быть нож они учили масокинкулин они нам хабацкие говорят даже еще хаванов хаванов любавич учат перед шкитой вот короче они сейчас дело знают поэтому 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 вае у базманы ниша шахетру эсакин ляцмом ишна ты ласот зот мера въют у башат адхак яхолю вдока сакин ляцмом да то есть неплохо бы конечно сделать накануне но если уж никак не то можно ясам а нужно ясам гавеец он гавец акинахтеры охэрес о эвен да то есть нельзя только по профессиональному точилу нельзя а по всем другим вещам можно вэйм мурим даварзэля рабим шэммия вовлюха дадамам ашхылу да но публично об этом не рассказывают а то каждый будет тащить об чем пропало вот и так в конце концов это точило дойдет да понятно только если он хоть кого-нибудь остер да его можно реагировать принцип Маша привет значит это самое и можно в принципе или же если он затупился ну или там зазумлился в собъем тогда можно вот довольно широкое разрешение только только не наточить а на наточили все согласны что нельзя начали нельзя нет ну тут уж как бы понятно было что это будет перебор вот если он совсем тупой и резок не будет его никак не зазначить ну это понятно нет понятно выдаварзе мурим афлерабит да что снять жирок можно там более-менее любим способ и это можно даже рассказать об этом можно публично рассказать ну собственно то как наши мудрецы здесь и поступали это просто показывает нам как соотносится Аллаха с том лидический сувьё да смотрите ну хорошо что нам дальше продолжает продолжает говорить на еврите так может быть кто-нибудь из вас почитает его слова на еврите же давайте шмол действительно не вините а вот они не так объясняют как раз наоборот они объясняют шанда мехарифудшила шина готехет яфе а в лоне в гемах наоборот они зазубрины а наоборот зазубрины они как раз не должны быть но она затупилась совсем тупая что такое анда еще раз затупилась нож который затупился да а интересно а почему анда затупилась анда в том смысле затупилась но не зазубрилась но не зазубрилась но почему анда в смысле я так понимаю что она сохранилась как раз без зазубра она просто тупо затупилась как бы в процессе ну что-то в роли да может быть да окей в в гуше де паска а гав бог Тоска это разрезается, это речь идет о ноже, который все-таки немножечко способен резать, с трудом, но можно, а говдок это вот именно с трудом. Типа пластика. Не пластика, а вот такой, знаешь, как и масло на вас. Халорий. Да. Это дараш равхиздаль. Идема, раб Иосиф, один сакин шенетгема, и один шипут шенерцам, и один грихат, тенур, и тирайм в день твой. Окей. Равхиздаль, дараш, то есть он написал. А может быть, а некоторые считают, что это был Равьос. И, кстати, по евриту вроде похоже, что как раз Равьос. Что-то он хотел. Хотя Равхизд, Равхуна, вот правда, на прошлой странице только как раз в еврите говорит. Окей. То же самое, что сакин нож, который у него есть зазубрина. Да, который поврежден был. И то же самое, что шипут, то есть как-то… Ну, шампур, да. Шампур, который согнулся, да? Нет, мирцам, я так понимаю, что это как раз наоборот, которого отломалось острием. Нет, который прогнулся дальше будет. Эхад, Грифад, Танур, выкираем. Ну, это же совок какой-то, да? Нет, не совок, это само действие, я так понимаю, что как в случае с ножом, который зазубрился, так и в случае с шампуром, у которого отломался кончик, так и в случае, когда нам надо разворошить Грифад, Грифад, Танур, выкираем, это тогда мы ворохшим угри в этой печке или на плите, да? Чтобы они, там, горе, лучше, хуже, там, ну, в общем, как такая… Баннурамахлокет. То есть… Рабиудова работа. Баннурамахлокет, Рабиудова работа, да? То есть, как бы, во всех этих трех случаях мы попадаем в этот самый спор. А то сейчас дальше будет озвучено. Окей. Это тот же самый спор, который у нас был на прошлом стране. Что и в этом случае, и в том случае, и еще, наверное, в пятидесяти разных случаях, да? Мы попадем в этот самый спор между Рабиудой и Рабоном. Где Рабоном говорят, что разрешено только собственно приготовление пищи. А Рабиуда говорит, что разрешено и, как бы, приготовление как бы орудий для этого самого, для этого дела. Да? То есть, с точки зрения Рабиуда мы можем заточить ножик, который засубрился. Мы можем застричь шипун, если нам нужно там на нем жарить мясо. Мы можем разворошить, как бы, угли в печке или плите, если нам это почему-то захотелось с точки зрения приготовления пищи. И еще пятьдесят разных других вещей, которые нам просто прямо сейчас не приходят в голову. Раби. Вот эта фраза тоже имеется в виду, да? Нет, ну это понятно более-менее. Потому что спорты самые общие, да? Туда попадает и это, и то, и третье. И понятно, что попадет еще и пятнадцатый, и семнадцатый. Мы просто прямо сейчас про это не подумаем. Понимаете? Что есть несколько, как бы, мне вот сейчас приходят в голову, они говорят, не мне, а им, что нет архетипических, так сказать, вещей, да? Которые определенно попадают в этот спорт. Это ножик, который не просто затупился, а так вот зазубрился. Это ножик, опять же, для шкиты, как я называю. Это шампур, который отломался кончик. Это потребность разрыхлить угли в этом стороне. Все это во всех этих случаях Браби Буду будет разрыхать разрушать. Ну и как бы ты хочешь сказать, что вот эта фраза, она разрешает тем самым нам, людям, подводить под эти случаи то, что мы решили. Значит, пока ничего нам не разрешают. Нет, ты же сказал. Я сказал, что, поскольку понятно, что мы привели три вещи с более-менее разных мест. Понятно, что еще 50 разных штук у нас туда попадут. Ну, например, если у меня единственный котел, и в нем пропустилась дырка, могу я залудить дырку в шкатле? Нет. У меня такое ощущение, что я опять попаду в Раби Буду и работаю. Нет, нет, нет. Это уже серьезное. Ну и что? Ну и что? Раби Буду говорит, что приспособление для приготовления пищи тоже разрешено чинить. Ага. А может подумать. А зазубрины носят, типа, не серьезные, что ли? Нет, нет, нет. Это… А шипотку тащите, да, когда сам поглядите. Ну вот. Все равно, что вещество сыр имеет место, потому что ты будешь клевать, а я не знаю, врядки… Я… Это… Совершенно вряд… Это… Это… Ты совершенно права. Ты совершенно права. Но, как бы, у меня такое ощущение, что Раби Буду здесь действительно разрешает очень широкий мозг. Может быть, недоужение простого. Может быть. Я не готов наставить прямо сейчас. Но… Но он таки разрешает достаточно широкий класс вещей. Мы… В прошлом… Но это… Опять, все-таки, согласно… На основе этого разрешения, мы сами можем решить, что сюда входит. Так? Получается? Получается ли так? Вопрос. Ну, я кого-то понимаю, что подсылаем мы сами. Если мы сами сообщество мудрецов, то да. А если мы сами рядовой потребитель, то вряд ли. Ледовой потребитель у нас вообще мало что решает. Он… Иначе тебе не зачем было халить правину, грубо говоря. Иначе мы правину вовсе не достали. На самом деле, как это… То, что мы видим, это так и происходит. На самом деле, это все меньше и меньше ходит. Нет, все меньше и меньше ходит по другой причине. Потому что… Аллаха… Аллаха сама по себе распространилась к настойку. И стала настолько доступней, что нет смысла просто халить правину. Да? Потому что все 50… Все эти 150… Все 50 случаев просто уже рассмотрены, каталогизированы, подшиты во все папочки виртуальные. И ты до них легко можешь добраться. И ты до них легко можешь добраться. Поэтому только не надо писать к Равину. А не к тому, что Равину Чинчаник. Просто уже решили. Да, вот. Это очень интересно. Очень интересно. Это очень интересный важный спор. Нет. Я не слушаю, что как художник, я могу тебе точно сказать, что одно дело, лучше всего у разных школ и разных художников, будет все, когда… Ну, понятно. Но… А другое дело, ты решаешь, что тут делаются такие, могут быть такие, не могут быть сети. Но совершенно важно именно к тому, где ты идешь. Потому что подход-то, он всегда будет уже идти по своей дороге. Ну… Эта дорога все может не подходить, а дать мне твой район. Но в какой-то момент на основе этих дорог? Можешь ли ты придумать что-то новое? Почему нет? Нет. Придумать можешь, конечно. Может быть, который будет… Нет. Я и придумала другой вопрос. А я отвечаю. Можешь ли ты исходить из того, что было? Нет. Но сделал это совершенно новое. Даже вопрос и прошло бы новое. Кстати, ужасно интересный спор, потому что… Мудрецы Толмода… Маша описала как бы два способа приобретения, ну, своего искусства, так сказать. Каждый играл разное. Некоторые слонялись, шлялись просто по всему, как бы, жизненному пространству, искали людей, которые могут их хоть чему-нибудь научить. И таким образом учились. Некоторые… Некоторые, наоборот. Как, значит, падали на того, на того Раби Эзера. И все. И у этого Раби Эзера все мы учились. Ну, а некоторые учились у кого-то, или у одного, или у многих. А потом, в результате этого, на основе этого… Понятно. Понятно. А на 100 лет, оно получилось что-то совсем новое, может быть, даже противоречащее тому, что… Разумеется. Конечно. Это-то да. Это-то да. Но беда в том, что… Вот то, что ты сейчас сказал, официально закрыто… Официально закрыто с появлением, там, шутка на руку, в комментариях. Ну, открылась с появлением ЗОРа. Совершенно не открылась. Во-первых, ЗОР раньше шутка на руку. Нет, я… В смысле… Вот это предположение… Ой, ну, знаешь, что… В мешки ворочатся. Понимаешь? А ЗОР-то про что? Ну, грубо говоря… Нет, я с большим уважением… А то, что ты можешь сам придумывать во многом про это? ЗОР – совсем не про это. Вообще не про это. Ну, окей. Я сейчас тоже просто немножко учу ЗОРа. Сержант по-другому у него смотрю, кстати. Учу сам. Ну, в смысле, с позиции, как бы… Ну, скорее, преподавателя, чем ученика. ЗОР видится сержант драмой. Это потрясающе. Очень удивительная книжка. И она совершенно не про то, что я делаю. Ну, ладно. Давайте сейчас… Давайте потом как депозор… Сейчас немножко… Скажем «Утанакама». Скажем «Утанакама». Скажем «Утанакама». Да. Скажем «Утанакама». Скажем «Утанакама»… Нет, Канам приводит к Брайту. То мнение, которое приводится анонимно, оно и есть Танакама. Первый Танакама. В чем смысл? Не смысл, а в чем основание, на чем основано мнение Танакама. А Танакама это Брайта? Это Брайта до мнения Рабьеву. Анонимные, анонимные версии. Танакама. Бейн диньём тов же шаббат, элау хенюфиш бирват. Вот это. Это Танакама. Окей, Амар Кра, то есть написано, Воле Вадо и Ассе Лахин. То есть это то, что единственное будет делаться для вас. Гу Вело Махшира. Будет делаться вами, я бы перевел здесь. Но когда они, там началось стиха такое, это про первый Песох, все речи. Ашер юхали холь нефиш, вулеваду ясил. Только то, что каждая душа будет есть, только это будет у вас делаться. Это и есть разрешение, как бы, ухоль нефиш. В смысле, что? Что только что-то еду, то и что пищу? Да, да, да. Именно так, да. Да, то, что съедают. Да, то, что съедают. Амгер. Это обоснование Танакама. Танакама говорит, почему можно делать только еду и больше ничего? Потому что так и сказано, только еду и больше ничего. Гу-гу в ромах шагал. Только это, почему, почему это слово гу, оно как бы лишнее. На чем основано большинство дрошот, как бы, толкований мудрецами Танакама. Потому что какое-то слово лишнее. Можно было как бы без него обойтись. Или написано как-то по-другому, чем, например, что-нибудь такое. Это слово гу, очевидно, лишнее. Оно что-то подчеркивает, да. Но даже, даже когда мы просто читаем стих, оно видно, что оно направлено на подчеркивание чего-то. На эмфатическое. Что оно подчеркивает? Что именно это и больше ничего. Это слово крак. Почему это означает хоррак? Микрак. То, что ты хоррэ. Микрак. А Микрак. Микрак. Почему это крак или микрак? Кра обычно называют, ну, это как бы аромизированное сокращение, но, когда я перевожу, я обычно, крак, это стих, отдельный стих. Все писание, оно по-другому называется. Несколько выраженных слов. Оно, кстати, микрак вовсе никогда, по-моему, называется в Талмуде. Как микра, это дисциплина. Вот как. Дисциплина и учения. И дисциплина и учения тоже, совершенно верно. Микра, Мишна, Талмуда, Лохот, Лагаду. Да, полный комплекс того, что должен Талмит Ахан знать, это вот эти пять вещей. Микра, Мишна, Талмуда, Лохот, Лагаду. Вот. Он говорит, а с чего мы взяли, что Лахэм, это ограничивающее? Это что, а нет, он говорит, что есть слово ГУ, которое очевидно ограничивающее. ГУЛЬВА, там еще подчеркнут, у нас такие ГУЛЬВА, ДОК, только именно это. То есть только еда, да? Это так думают, когда Талакама, да? Но Раги У, Раги У отыскивает еще одно как бы лишнее слово. Слово Лохэм. Да? Оно тут к чему, казалось-то? А оно как раз расширительное. Да? И если мы из ГУ будем учить, даже если мы из ГУ будем учить сужение, посмотрим, да, они там дальше будут, дальше будут, обсуждают, как они каждый видят другую-другую шату. Вот. Но если даже мы будем понимать ГУГа как сужающее, да, как нечто ограничивающее, то Лохэм мы будем понимать, наоборот, в расширительном смысле. И получается Лохэм, Левкоцер Хэхэм. Все, что вам надо, что вам могло бы понадобиться. Что дальше? Походу, я с удивлением этого Лохэм, когда можно, например, с чертой Шаббат, так что Лохэм, но не одна из. Наверное, что-то такое было, да. Ну, это просто стандартный способ толкования стихов, да. Мы обычно даже привязываемся именно к местоимениям и предлогам. Почему? Потому что они как, а именно их-то очень легко повесить как кришни. К повторам. Ну, язык писания вообще отличается от языка Мишни, тем более от современного, да, там полно всех выражений типа Мот-Тамут, да, или Мот-Юмат, да, которых у нас сегодня не применяется, и Мишни уже тоже не применяют. Понятно, что это готовая заготовка для дрожжей. Такие, все вот эти эмпатические повторы, да. И, а кроме этого, да, уже легко все вешать на союзу предлоги и местоимения. Любое местоимение в сущности может быть объявлено излично. Да, ну, как бы, без любого местоимения в жизни можно в целом обойтись. Вот. Поэтому в любом стихе, а в любом стихе тоже можно найти пару союзов, предлогов и уж несколько и местоимений точно, да, местоимения вообще очень, еврит очень любит. Вот. А найдя это самое местоимение, мы тут же, значит, будем говорить, а, наверное, оно там присоединяет чего-то. Или, наоборот, вычитает что-нибудь. Да, две главные, два главных способа толкования, да, или маят, или работа. Да, включить и сключить. Ну, а дальше уже там всякие-всякие сложные примочки, типа Зарашава и так далее, и так далее. Зарашава, кстати, может быть, почему угодно вообще идет. Тоже по союзу и местоимениям очень хорошо идет. По местоимениям просто замечательно идет. Только выглядит не очень убедительно, но идет замечательно. Зарашава в двух разных местах находишь одно и то же слово. И сколько бы ни были не похожи друг на друга эти стихи, это общее слово означает, должно бы означать, что имеется что-то общее. Общий принцип толкования или общая какая-нибудь граница применения или там, я не знаю, что-то. Ну, это уже традиция, тебе расскажется, что именно тебе оттуда нужно высосать. Там есть и более сложный и более сложный метод толкования. Хорошо, что мы не устал, потому что ему уже никому не покажется. но базовый наоборот вот это вот самое, прицепись к местоимению и думать тебе выгодно, чтобы оно включало или что-то включало. Ну, по крайней мере, это ровно то, что делается здесь. Гу, вейлом кшират, а рабьёд вейтлахэм, лякуй царфэхэм. Вейтанакама, а катут лахэм. Актив лахэм. Окей, можно это все. теперь каждый каждый из них должен объяснить, как он понимает то, что использовал предыдущий. Ну, это, кстати, не он сам, не предыдущий, это Амур-Аим, которые рассуждают, которые вешают эти тамы, как бы тама, да, на мнение вот этих вот господ. Да, они даже не только мнение, только брать. Они не знают, как объясняют рабьёды свою точку зрения. а, ну, наверное, этот высосыл из Буу, а этот высосыл из Лахэм. Но тогда не каждый из них перекрёст, но должен объяснить, как он понимает вот это Гуу и это Лахэм наоборот, соответственно. Ну, вот. Актив Лахэм как Танакама воспринимает Лахэм? Лахэм Лахэм Вэллоэнохри. Это тоже образец Иванович, что если рабьёда говорит Лахэм для работы, то Танакама вынужден говорить Лахэм для Маэ, да, тоже выкидывать, исключать. То есть если он то ограничительно выкидывал, то здесь он должен так же? Не обязательно, но, нет, не обязательно, не обязательно, но если рабьёда говорит Лахэм то он-то вынужден говорить Ламэ, потому что если он для работы, то что он туда включит, кроме как то, что рабьёда уже включил, а он же не хочет его туда включить. Ну вот, он говорит, а давай наоборот исключим, и это будет означать вам, вы можете готовить пищу, а при блудном вы не можете. Шалом. Лахэма лолинофрин. Вы идёте к нам тага ктив гу амадаха ктив гу вэктив лахэм вэлокаши. Но с другой стороны, да, написано. Ну, в идах, а другая сторона, я бы даже сказал, другая сторона. Рабьёуда теперь, актив гу, написано ведь гу, да, раз уж опять же, мы решили, что это местоимение, у нас для смысла лишнее, а нужно тут для толкования. Каким образом его, как его толкует Рабьёуда? Это, идах в этом смысле. Вот. Шайк налево, короче. Вэлокаши, камбэймакширин, шэйвшэрла сутан, ми эрвёнто, мэкамбэймакширин, шэйвшэрла сутан, ми эрвёнто. Точно. Окей. И тут, как говорится, о том, какие какие приспособления можно сделать перед Йонток, и какие приспособления не сняли. Все правильно. Что делает Рабьёуда гимнатифическое, так сказать, смс. Он говорит, да, действительно, гу написано, а гу не может нам, не может для работы, да, потому что там еще написано гу бильвад, совсем строго, да, никак не получится, что он говорит, гу не работа, нет. Он говорит, понятно, что гу чего-то исключает, а лахэм чего-то включает, говорит он. И как же так получается? Он говорит, лакаши, каан, мэмакширин, шэйвшэрла хим нэрвёнто. Это гу. Да? Ты не должен делать йонток в то, что ты мог бы сделать доток. А каан, мэмакширин, шэйвшэрла сутан, мэрвён. Это лахэм. Да? Ну, например, опять же. А тем самым он включил это? Он как бы, нет, то, что не нужно, исключил, то, что нужно, включил. Подожди, он же разрешает, что тоже можно. Секундочку, секундочку. Просто приведу время. Вот этот самый ножик, да, берем ножик. Вот он затупился у тебя накануне. Что надо делать? Правильно, тут же его и заточить. А и тогда рабиуда возможным или как силы не будет разрешать его точить йонтов. Это вот то, что здесь сказано. Машир Шарл, а сутан Мирвен. А представь, что он затупился прямо сейчас. Да? Рабон, он скажет, все равно нельзя. Ну, ты можешь там поправить на корзиночке, но наточили точно нельзя. Рабиуда говорит, вообще нельзя. Наоборот, даже можно, нужно, скажет рабиуда, да, потому что под гуд оно уже не попадает, а попадает именно, чтобы дала хэм. Да? Оно уже перестало быть тем, что ты можешь сделать заранее, и поэтому не стоит это делать в йонт. А стало тем, что нужно тебе для обеспечения твоей праздничной трапой. Конечно. Ну, какая-то внимательная связь между этим словом, которое вроде бы нечем, с тем, как ты не толкнулся в районе. Вот когда нахэм, но хрин, то связь, вроде, тут понятно, что вам, а не кому. А связь между вам и тем, что больше нахэм. Почему? Нет, вы просто, нет, тут надо просто слушать очень внимательно, что там говорить. Она, бывает, конечно, что там, там очень нахэм с тобой могу. Но точно не есть. Здесь-то когда-то все очень хашем. Он говорит, «гуль, водо», оно напрашивается на то, что ограничено. Это они что-нибудь еще. Тут понятно, тут просто слышно, это звенит в ушах практически. Тут вообще никакой натяжки. Радиуда чуть-чуть, да, чуть-чуть, на что в ахэм, конечно, можно по-разному истолковаться. Но он говорит, весь стих-то нам про что? Весь стих нам про то, что, ну, мы уже знаем, что ничего прочего другого делать нельзя, а стих-то как про то, про что можно. Стих. Стих-то разрешительный, я вам говорю. Что и слишком много ограничить, выбрасывать нельзя. Другой вопрос, откуда он возьмет ловен в пример. Кстати, интересный вопрос сам к себе. Интересно, сдают ли они его. Может быть, и нет, но если нет, то не зря. Еще раз. Стих разрешительный. Радиуда совершенно не зря видят лохэм, ля кольцер хэхэм. Да? Он говорит, вот то, что нельзя было в предыдущем стихе, там всего этого было нельзя. А здесь у нас ровно про то, что можно. и он говорит, можно то, что нужно поесть. И это оно одно можно для вас. Для вас, чтобы оно таки было для вас. А как я поем того мяса, если у меня на жены? запасная запасная гемора какая-то. это правильно. Аня, я не убедил? нет по приключения сведений, безусловно, на хэм и... Не знаю, я, пожалуй, лучше уже не умею. В любом случае, это даже... даже лохэм, ла 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 муфэм, это все равно будет натягиваться на голову. Понятно. Потому что, понимаешь, ну, скучно же все время запрещать. Рабилу-то явно... Что? Нет, Рабилу-то явно пытается сказать следующее, ну, как бы идеологическое, что вот там в шаббат я презрился, я тут запретил практически все, что движется. Вот, круче меня только стенка, только как бы... только Бэй-шамай, которые говорят... Или там, я не помню, кто это, Бэй-шамай, которые говорят про Швитата Килим. Знаете, Швитата Килим? Что нужно часы останавливать, беру, говоря, ну, все, ладно. Ну, вообще двигаться не надо. Даже без твоего как-то. Ну, это Швитата Килим. Это было... Это было... Это было гневно-отвердно. Подожди, а там были механические часы, что ли? Нет, ну, там была... Но там свечку, например, нужно его не сжигать, потому что... То есть, как это было караим сейчас? Что? А если так делают караим, то да. Караим, да. Ну, короче, они, значит, идут, потому что это односеление. Но это... Это мнение было признанным с добрым, ответ... Именно поэтому... Именно поэтому, я так понимаю, что было бездно как раз сжигание свечи. Чтобы... 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 Чтобы показать... Чтобы показать, что мы вот не такие, совсем такие. Ну, а дальше, наверное, накрученная идеология про то, что там шломбает, там, вот это... Вот. Нет, что тоже немаловая. Так вот, я все сначала, что Рабиуда в волю произвелся в трактате Шабадзе, запрещал там практически все, что мог. Вот. И теперь здесь в трактате показать, какой он, наоборот, светлый, прогрессивный и дает людям покушать. Ну, не знаю, это может быть немножко мое, ну, так и немного развлекательное видение ситуации, но у меня такое ощущение, что оно даже близко, возможно, близко к теме. Там, в Шабадзе, наоборот, он показал себя ужасно строгим, как бы, человеком, который очень-очень следит за тем, что человек, вот, святый с субботы, вот именно субботнего покоя, даже при веселье в какой-нибудь ненужной кровати там оттуда сюда. Здесь, Юнтаве, он говорит, ну, хорошо, там я могу призвелиться по полной, а ты ли здесь оттянешься? Наоборот. В смысле, ты говоришь, что можно только готовить, а вот как ты будешь готовить и стану что-то делать? Что ты будешь тогда выделить? Котлеты варить. Ну и поехали. Амар Абьевуда, Амар Шмуэль, Чекуча Нерцав, Асуле такое у Йогдова. Почему? Абьевуда там не было, там просто А у тебя, у вас Амар Абьевуда, Амар Шмуэль? Да. А, интересно, а мне нет. То ли, что Инзайц ошибся, то ли, то ли не знаю, Амар Абьевуда, что Инзайц ошибся. Ну, естественно, потому что это все, все с одного места как бы печатается. А здесь просто Амар Шмуэль. А он почему-то написал Амар Шмуэль, то ли он нашел, почему это неправильно, то ли просто ошибся. Амар Шмуэль, что Амар Ш Programа. Вhabitude Ам свет, Ам С晚ф akomofus Shmoэль. Причем, это в данном случае это принципиально, потому что вроде бы Нерцав, нет? раби был, да это Р абьевуда, это just off, а раби был, это амур. Нет, просто нам это важно только для передачи традиций, да, кто это передал. А шмой лично или раби撲да от — Согнулся, запрещено его упрямлять. Кто согнулся? Шампур. Шито. О, стоп, 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 шито. А в чём шито? Кривую, этот самый чашлык. А почему? А вот этот прокривой шашлык сейчас нам расскажет. Как раз прокривой шашлык нам расскажет. Он говорит, ну хорошо, вопрос, выпрямить можно или нельзя? А зачем? Вопросом-то, ну вопрос, можно или нельзя выпрямить? А если нет, то есть, это не нужно. Нет, а если... Это, кстати, интересно, вот это, вот это правильный вопрос. А что ты сказала? А если нет, то вопрос. Нет, не обязательно. Если можно сделать кривую. Вот, вот то, что я и сказал. Вроде бы и не надо разгибать. Это соображение невозможно будет высказано. И пшито подразумевает, я так понимаю, чуть более широкую кривую. Ну, вообще чинить нельзя. Значит, и выпрямить нельзя. Даже если бы нельзя было делать кривую. Значит, и каширой будет нельзя. Вроде бы, значит, что нельзя. Но, опять же, мы же опять же, где находимся-то? Это сейчас он про Бону. Пора в Геуде? А кто сказал, что пора в Геуде? Пора в Геуде не знаю. Ну, в Эмахшиоан. Почему не знаю? Мне кажется, что пора в Геуде и лудить кастрюлю. Возможно, Бог говорит, может. Я не знаю. Я говорю с осторожностью. И мы не найдем на этом информации по простой причине. Аллаха пойдет не по Рабиу. Ну, такая строгая Аллаха пойдет чуть строже, чем Рабиу. Мы же видели уже в точке ножей. Рабиу говорит, а вы Машхезе. Даже на профессиональном точиле можно точить ножи. Если тебе очень-очень надо. Аллаха, говорит, отступает на шаг назад. Но точили все же нельзя. На всех других вещах можно. А рассказывать про это опять нельзя. Ну, да? Это то, что Шубханрухи, собственно, написано. Понятно, что с кастрюлей будет та же и та же история. Рабиу тебе скажут, что можно лудить кастрюлю. Почему нельзя? Вы мне скажете, что нельзя. А я тебе говорю, можно. Потому что как же я суп-то свое. Особенно, если кастрюля прохудилась в этот самый день. Если бы она прохудилась вчера, так я бы вчера починил. Но она же не вчера проходилась, а сегодня. А сегодня мясо варить не в чем-то. И Шампурмом он тоже самое сказал. И те же говорят, все вот эти вот вещи, там, Грефат, Танурвы Кираем и Шепучи, там, чего-то там, не помню что, Нерцам и что вот это вот все. Это все попадает в этот спор. Рабиуда и Рабон. Да. Рабиуда всюду будет разрешать. И, если же непонятно, почему нет. Другой вопрос, что мы сегодня не идем по Рабиуду. Мы идем по какому-то такому промежуточному мнению, где немножечко, чуть-чуть, чего-то можно делать, а Бодиавад даже пройдет и как Рабиуда, я полагаю. Да, Бодиавад. Вот. Но язык распускать по этому поводу лучше не надо. Конечно, и не надо. Ну, как-то вот так. Ну, хорошо. Что ты нам дальше-то пшить? Что, вроде нельзя. А можно еще один по-просту? Да, Мир, конечно. Я всегда очень волновал. Вот ощущение того времени, о чем мне следует говорить, и ощущение нашего времени, о чем мне следует говорить. Смотри, я немножко рассказывал, по-моему, до того, как ты пришла. Это не совсем ощущение того времени, про что мне надо говорить. Это просто очень случай деликатный, когда есть несколько авторитетных рупоров, которые говорят разными. Я говорил про противостояние, в данном случае, про противостояние вавилонской позиции, которая, по-видимому, была склонна, ну, по-видимому, была склонна идти по мягкому, по подходу барабьеву, и мишны, которая идет по более жесткому подходу. Поэтому они говорят, прямо сказать, что вот мишна не права, вот так не делают. Вот так вообще не делают. Вся гемара, почти большая, серьезная часть гемара построена на том, что черного язву не называется. Нельзя сказать, что мишна не права. Но можно сделать очень много разного другого пса. И так, чтобы выйдет, что мишна, как бы, да, откомментируется, совершенно верно. А чтобы выйдет, что мишна права, но не применяется никак там. А применяется еще в другом мире, которое я притворяю. Вот так это устроено. А в наше время как? Миля, а что ты делаешь? Товарищ Берия. Мне казалось, что вот есть такие вещи, которые тогда... А Владимир Георгий говорит мне, чтобы сердить кого-то, кто представители мишны. А, нет, они тоже не для того, чтобы сердить кого-то. Нет, нет, они не для... Если ты так поняла, то это не так. Нет, нет, я приняла, как ты сейчас описал все это. Ты думаешь, примерно для того, чтобы никого не рассердить? Нет, я как раз не думаю, что там не надо кого-то сердить. Я думаю, что там дело не в сердить. Дело в том, что народ... Ну, вот теперь, как бы, там же есть некоторая иерархичность в обществе тоже. Есть в обществе мудрецов. Они говорят и думают. А есть вот за дверью, буквально, вот выйдешь, и вот там вот буквально вот на улице, там выходят какие-то дикие с ученой евреи, которые там книжки вообще, может быть, никогда в руках не держали. И какие-то такие мудрецы бывают, и не надо еще объяснить какие-то. Вот. И сказать публично, это публично, это сказать не в этом не дражь, а имен там. Да? Сказать там что-нибудь. Надо очень внимательно думать про себя, о чем они, собственно, себе подумают. Потому что, как только-то скажут, что Мишина не права, они скажут, да бог с ним за все это, и Мишина вообще ничего делать, вообще пойду, сейчас в субботу жажду их же. Ну, в смысле, этого они все время и боятся. Они говорят, почему вся вот эта культура маркет айн, да, вот как бы видимости чего-то. Я вроде ничего плохого не делаю, но меня-то со стороны смотрят вот эти самые дикие евреи. Они-то видят, если я весь белым, то я, наверное, право имею. Да, мудрецы действительно ходили к себе в белых. Вот. Ну, по крайней мере, определенную форму. Вот. Я, наверное, имею право, а он посмотрит, как я делаю, своим куриным мозгом, как бы, язык извиняюсь, большинство евреев, но, как бы, некоторые, некоторые своим куриным мозгом, блин, подумают, что если этот вот в белом вот так вот делает, то я пойду и сделаю примерно то же самое. Это будет уже совсем не то же самое. А грубое нарушение там основ Торы. Вот почему. Да? И об этом же они говорят. Луму Рин – это в этом смысле, что Луму Рин – барабин. Шепнуть на ушко другому лицу можно. Ну, в смысле, что все вот это вот, весь комплекс вот этого вот всего, они же между собой учат. Да и мы учим, не шивы. Ну, или там вот прямо сейчас, не знаю. Но дикому еврею-то нельзя об этом говорить. Потому что же он совсем распустится, он же забудет страх Божий совершенно. Он и так про него помнит очень редко, в Йом-Кипуру устроманного. А так же он совсем забудет. И либо он начнет презирать телеск, либо он начнет презирать меня. Что тоже, конечно, неприятно. Все эти в белом, они сами не знают, что говорят, как бы один другому противоречит, и шумник в голове, вообще непонятно что. Психи. Могут так сказать, могут, говорят. Вот они почему молчат. А почему сегодня молчат, я не знаю, я говорю. Хороший пример. А я просто думал, что раньше они молчат, потому что вот вещи не поедут. Я понял, что я что-то недобъяснил. Например, кто-нибудь зашел, а он говорит, что слушает курицу с молоком. Да, да, а он в следующий раз себе борщ со сметаной зафигачит. Конечно. Да, и молокоть миндальный. Да, и молокоть миндальный, да. Он зафигачит борщ с горят, вместо настоящей сметаны. Если есть, то есть. Вы просто не знаете. Покажив был рабьесы, который себя в цепоре как бы железной рукой брал. Все понимали, что он ест эту курицу со сметаной не потому, что можно есть борщ с говядиной со сметаной, а потому что курицу можно, а вот говядину как раз нельзя. Потому что он рабьесы, потому что он всем ставил по это самое. А когда он помер, то его сыр рабьешмель, рабьесы, уже подчинился как бы традиции, что и курицу тоже не может. Так вот, если их не так, то все и будет. Это не этот рабьесы? Нет, нет, это Татана рабьесы. Один из учеников рабьесы. Или нет, даже рабьесы Аглили в одном. Кто это думает? Рабьеса Аглили. Рабьеса Аглили, наоборот, учитель скорее. Ну или там соратник рабьесы. Давайте читаем уже. Пшито. 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 Пшито не ца фасолит окно брюнду. Если этот самый погнулся, его нельзя выправить. Он говорит, да вроде бы это очевидно, что-то сейчас. То есть лоцрит это что значит? Там он говорит так. Он говорит, лоцрих это обычно, нужно это сказать только в некоторых случаях. И вот там это нужно. Что такое пшито? Пшито, значит, мы бы и так все это понимали. Зачем это было сказано? Это было сказано в неких специфических случаях, когда мы могли бы этого не понять. Вот это вот лоцрих. Это понятно, лоцрих это... Это нужно только, это нужно сказать было для вот чего. Это нужно для тех ситуаций, когда он бы мог распрямить этот шампур руками. Руками это вроде бы как не считается починить. Ну, пока молоком не стучишь, ты вроде как ничего не делаешь. Ну, знаешь, все равно нельзя. Некоторые бы подкову могут рука бежать. Что это значит? Некоторые бы подкову. Вопрос разогнуть, то ладно, от лошади они ее прибить. Могут рука? Нет. 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 Что может, как бы, если это да, что есть человек, который может это... Ну, они примерно об этом и говорят. Они говорят, может, это человек такой крутой, а может, шампур такой среднолый, но его, короче, можно выпрямить рука. Вот. Они говорят, тогда, наверное, можно? Нет. Говорят, тогда тоже нельзя. По все тому же. По все тому же, что... Так, что-то они начали жестить обратно, да? То есть, как бы... Да. То мы что-то расслабились, думали, как раб Иуда, ножи тащить можно, все дела. А тут они, наоборот, начали закручивать гайки, явно. Чтобы не расслаблялись. Чтобы не расслаблялись, да. А как ответ? Почему? Ответ, чтобы не расслаблялись. Нет. Это, чтобы не расслаблялись в хорошем смысле этого слова. Чтобы не забыли, что емко. Ну, вдруг в этих случаях... Еще раз. Еще раз. Это то, что я говорил бы в начале урока. Им важно оборвать вот эту привычную, как бы привычную. И лучше бы в нескольких местах, да? Чтобы ты... Понимаешь? Когда ты говоришь, тебе можно кушать, кушать, готовить... А что ты кроме этого делаешь в емкости? Так, между нами, дочкой говоря. В основном, готовишь еду и жрешь. И это тебе как раз можно. У тебя состоится ощущение, что ты вроде как и в бунь, да? Что ты вроде ничего запрещенного не сделал, а настроение все равно, ну, примерно такое же, как когда ты обычно делаешь еду и ешь. Примерно как в Новый год, а в день рождения. Ну, это же самое, как я. Подожди, ну, это те же... Почему вдруг в этих... Этот случай он... А вот почему? Сейчас ты давай посмотри, как этот случай устроен. Нет, про шампур отдельный. Я не до конца понимаю, почему бы строить. Вдруг. Я не сто процентов знаю. Если ты можешь сделать и вторую камеру, сфере... Вот, 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 вот. Там сказано ровно то, что Зоан сказал, или что ты рассказал. Вот Раша говорит так, а сфере так, ну, бьем, шереги-холич-тамыш-бок, муши-гу, вытер-хады, лот-сорохи. Ну, да. Да, что... И мы хрюмим можно прекрасно пользоваться, что можно делать перевод шашлык. И тогда его... Тогда это просто конкретно лишняя работа. Ну, то есть, то есть сказано, что не нужно делать лишнюю работу. Да, что вроде бы не нужно делать лишнюю работу. А вроде бы это же и так мы узнали. Ну, вроде бы это и так знали с самого начала. Ну, вот, он и говорит. А может разогнуть его рукой, это и не работа будет. Да говорят, что нет работы. Ну, а это же... Нет, может быть, вам что-то лишнее. То, что не нужно делать лишнее. Ну, лишнее. Ну, вот... Кто же его считает? Кто же его считает? Мы могли бы подумать, да? Теперь они говорят, даже хуже. Даже-то ведь хуже. Смотрите. Смотрите. Говорит. Шипучит целый бобосар, а сурлы таль-таль-таль-обо-йомбы. Посмотрите. То есть шампорт, которым пользовались для шашлыка, нельзя переносить в любом случае. То есть, что? А вот, потому что при-нести его можно, а у-нести... Мы говорили об этом случае. Что при-нести, ты уже... Это лет сорок. А у-нести, это уже как бы было лет сорок. И получается, что ты, опять же, отсекаешь себе возможность будничного... Будничного... Что? Нет. Шапуды им это... Нет. Шапуды им это валяются. Все равно валяются и мешают. А это про валяются и мешают, они сейчас будут валяются. Ребята. Шуем-то у вас шусть песню на валя. Да. Я не знаю. Вся праздник. Да я вообще... Ну как? Как? Ну вот. Вот ты на жаровне сделала там эти шашлыки. Принес. Значит, с грузилями, неважно где. В тот момент, когда ты съел, с него мясо, оно не подлежит дальше приносу. Вот так и валяются. Вот так и валяются, где попало. Может, все пловно это. А я про пловно сейчас... Ребятки, ну пожалуйста, ну давайте, дайте ему Грицанову сказать. Хорошо, что мы это уже... Нет, хорошо, это отлично. Да, нет. На самом деле, Рабида Бараба, Амараб, Налкио, Шамту, Манехоба, Керезы. Чего-нибудь не надо. Это сказал, Рабадовый, Сын Бараба, Амараба, сказал, Рабадовый, Манехе, ты просто отпускаешься рук и ты положишь... Нет, снимаешь его. Я так понимаю, что в конце процесса он остался у тебя на жару. ты его можешь снять и положить в уголок. А как он остался у него на жару? А, ты на жаре жаре, потом сгрузил, положил... Я в руке. Все, ты его должен положить, ты его как бы... не важно сразу или после потомки. А куда? Рядом. Ну что, ну на пол, не важно. Он лежит там, где тебе его неудобно иметь. Значит, ты можешь его поднять, поставить в уголок, чтобы он не мешался. И об этом речь. Вы же сами сказали, мешается. Вот. Поэтому как бы вот этот вот унос в уголок, это не будет как бы авадашевое лицо. Получится, что это как бы авадашевое лицо. Но ты не можешь его, например, вымыть и положить в штаб. А почему от него? Что почему? Потому что он мешается. Абсолютно тоже мешается. Конечно. Потому что как бы, какой же это праздник, если у тебя у всех везут скорую помощь в адасу, потому что все дырки в найдет. Это шоколад. Тоже не праздник. Вот. Ну, они уже остыли, но не важно. Горячих-то ладно, они грязные. Ну, в общем, короче, там в поле вообще, когда ногу отрешься по колено, и вот такой у тебя праздник. Попраздник. Да. Они говорят, нет, но что ты не можешь. Ты не можешь его вымыть и положить в штаб, там, где он обычно лежит. Вот это будет разрыв как бы будничной цифры. Обычно делаются именно так. Ну, мы обычно не делаем, но не важно. Делают сплошной разрыв шаблона. Да, это то, что важно. Потому что об этом, собственно, мы, по-моему, три пера, как говорили, еще там два будет. Да, про то, что, да, вот некоторая пищевая цепочка нам разрешена, но в этой пищевой цепочке нам позарез надо найти какие-то места, где без ущерба для питания, да, это важно, без ущерба для питания мы можем напоминать себе о том, что все неправильно. Не только, когда выпиваем а еще готовимся, или на вальпатон. В общем, вот где-то в этом процессе должны быть разрывы, не один, потому что иначе мы не ухватим цепочку. Должно быть постоянное некоторое напоминание, что мы пьем не просто так, а так. но это если ты можешь взять и после того, как мясо кончилось, ты не можешь его убрать, потому что это уже мухция становится как бы, это уже становится нечто, что тебе не нужно для дальнейшего питания. Значит, его, получается, нельзя убрать. Он говорит, стоп, 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 если у тебя будут валяться по двору какие-то шапузины беспозные, что это будет-то вообще? Давайте мы подылим и положим в уголок. Тебе говорят, да, это можно сделать, но только если на нем есть хотя бы соливку мяса. Потому что тогда получается, что ты убираешь продукт, который, возможно, сможешь потом использовать. А без него вроде как нельзя. Это одно мнение, а есть другое. Это получается, как бы нужно не доесть мяса. По этому мнению нужно как бы кусочек оставить. что значит не съешь? Я может потом съем. Нет, ты не обязан, нет, идеология не совсем такая, ты не обязан съесть все, что ты готовишь. Ты обязан хотя бы присмотреть, хотя бы не вкусить, грубо говоря. Ты обязан хотя бы иметь это немножечко в виду. А тут ты имеешь полный в виду, вот ты пожарил, почти все съел и хотел бы съесть и этот кусочек тоже, но надо с нему брать шампур. Это действительно немножко шиза, поэтому Равина говорит значит другое. Дальше. Ахот Баршута Рабин, да? Ну это типа как, я бы перевел так, наверное. Типа как? Сейчас посмотрим. Ну да. Ну да. Как это с вот этим законом Котс Баршута Рабин? Да? Что такое Котс Баршута Рабин? Это колючка, которая ображает опасность всей жизни. Да. И в Масэхе Чаббат написано, что мутарли алиха поход поход не арбаму. То есть как бы ее в Баршута Рабин совсем жесть, да? Там вообще вечности нельзя. Ну это имеется в виду, что если нет руха, если есть руха, но как бы это уже не Шута Рабин. Да? Теперь он говорит как? Аааа, значит вообще вечности нельзя. Но в таких случаях, когда да, надо, вот торчит здоровый железный гвоздь вертикально вверх, как бы, да? Прямо посреди мостовой. Что с ним делать? Ты его проносишь меньше, чем на 4, а мы. И оставляешь. Потом еще разберешь, потом еще раз и так вот до самого мы. Нет, не мигбележки. Я совершенно не знаю. Он говорит, и Шипутом та же фигня. во-первых, он по своей природе похож на код с маршрутой. Ровно потому, что ты вместо праздника проведешь в меню. А во-вторых, потому что решение может быть похожим. Тебе, типа, тебе его нельзя достать. Ну, хорошо, ты его перебросишь вот так, а потом еще вот так, а потом еще вот так, а там уже я думаю, что мы на этом, ребята, остановимся. Дальше они будут разбираться, кто что сказал. Это, во-первых, я буду сам вам докладывать, а во-вторых, это долгая песня. Там будет интересная фигня про то, что некоторые вещи сказал равмалкия, а некоторые равмалкию. Это два разных человека с очень похожими именами. И за каждым из них закреплены какие-то определенные сообщения. Как мальцы. Может, что-то роды еще. А слава-копыслик вообще не человек. В общем, я делала вывод, что мой поможет держать стажиров и зато их уже нет. Ну, у меня всегда получается, шашлык все-таки обычно на природе делаем. Ну, сейчас потом разберемся. Спасибо. Главное, что как-то положиться немножко в мозг. Я тоже сам начинаю понимать, о чем мы вообще поговорим. что-то что-то говоришь? Что ты говоришь? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok